Казань принимает самую протяженную велогонку в мире по маршруту Москва-Владивосток. Это самая длинная в мире велогонка. Шоссейная гонка Казань-Пермия протяженность около 700 километров. В Татарстане активизировались гадюки. Отмечено уже более 30 случаев укусов. Наибольшая численность гадюк наблюдается на побережьях рек, а также в юго-восточных и северных районах Татарстана. В петицию о распуске сборной России по футболу подписали 250 тысяч человек. Авторы петиции считают, что сборная не оправдала возложенных на нее надежд, а потому должна быть полностью распущена и необходимо набрать новый состав. Состоялось последнее в этом учебном году заседание ученого Совета КФО. Основным вопросом повестки дня стало утверждение кандидатур на должности в университете. В Татарстане обнаружили несанкционированный детский лагерь. На Волге нашли 20 детей, купающихся в необорудованном месте на судовом ходу. Организатору лагеря предложено прекратить работу несанкционированного лагеря. В Нижнекамском парке начали устанавливать танцующие фонтаны. Ремонники уже усилили конструкцию телевизионной мачты, а вскоре начнет работу бригада, которая будет устанавливать световую иллюминацию. В Казани готовится открыть второе по высоте в России колесо обозрения. Всего у чертова колеса будет 36 кабин, каждый из которых вмещает до 6 человек. Шатровый парк развернулся в центре Казани. Все желающие могут принять участие в мастер-классах по гончарному делу, корзиноплетению и резьбе по дереву. Флэшмоб Яратканжи Рым сделал татарские песни в Инстаграме известными во всем мире. Для того, чтобы принять участие во флэшмобе, нужно спеть любимую татарскую песню и выложить видео в Инстаграм с хэштегом Яратканжи Рым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова